Приветствую всех дорогие друзья, на связи как всегда недомайнер и моя скромная таверна. Наконец-то настал тот момент, когда уже открыто можно говорить о нексдгене и о том, что он принесет нового в игры. Характеристики PS5 и коробки уже официально подтверждены, а первые геймплеи полностью отрисовывают возможности новенького железа AMD. Так что давайте не тянуть резину и попробуем понять насколько сильно будут отличаться игры будущего от нынешних, в каких разрешениях мы сможем поиграть и какой ПК будет по конфигурации с Хорс Плейстейшн 5. Ну а перед тем как перейти к разбору железа PS5 не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И начать ролик я хочу с даты выхода PS5 и прайса на новинку. Плейстейшн выйдет уже 12 ноября в ряде стран, а уже 19 ноября появится во всем мире и в наших странах. Купить PS5 в РФ можно будет за 46 999 рублей с дисководом, а цифровое издание обойдется в 37 999 рублей. То есть ее прайс очень схож самым бюджетным ПК или с ценником на одну видеокарту RTX. Наверное многие сейчас подумали какой смысл тогда в покупке ПК если можно купить консоли. Но тут не все так однозначно. Компания Sony зарабатывает не только на продаже PS5, а и на играх которые делают под нее. Поэтому консоли всегда были и будут дешевле ПК. Однако по характеристикам новых консолей можно с уверенностью предсказать какое железо понадобится для некстгена. И насколько он сможет покорить геймеров крутой графикой. Вот полный список характеристик PS5. В новой консоли Sony будет стоять 8 ядер на архитектуре Zen 2. Это нам сразу намекает на Ryzen 7 3700X, но есть одно но. Частоту указанную в характеристиках можно считать частотой буста, так как в колонке графики указана именно частота буста в виде ядра. А что мы знаем про Ryzen 7 3700X? Мы знаем, что его базовая частота уже на отметке 3.6 ГГц, а бустится он может вплоть до 4.4 ГГц. В то время Sony нам указывает буст всего до 3.5 ГГц. Выходит, что куча отбракованных кристаллов Ryzen 7 3700X, которые не способны работать на больших частотах, направили на консоли по низкому прайсу. Так как Sony всегда гналась за дешевизной железа своих PlayStation. Это с одной стороны хорошо, так как ценник консоли весьма приятный, но с другой стороны это намного хуже производительности десктопного Ryzen. Однако крупным консольным проектам и не нужен большой FPS, так как все делается максимум на 60 кадров. А когда производительности начинает не хватать, разработчики просто режут дальность отрисовки и сложность некоторых текстур. И за счет этого консоли начинают проигрывать по графике. Но самое главное тут далеко не частота, а сам факт наличия 8 ядер в PS5 и наличии 16 потоков. Прошлая консоль PS4 имела всего 8 ядер без мультипотока, а разработчикам игр и вовсе были доступны всего 7. И именно в те года, когда вышла PS4 начали тащить процессоры AMD FX из-за того, что игры оптимизировались под большое количество ядер. Но вот чего же нам ждать сейчас. В нынешнем поколении разработчики игр наконец-то начнут оптимизировать игры под все 16 потоков, тем самым они завезут отличный прирост всем процессорам на 8 ядер и 16 потоков. Случится это конечно не сразу после выхода консолей, а со временем. Сейчас же большинство игр затачивается под консоли PS4 и Xbox One, которые попросту не имеют такого количества потоков. Отсюда мы и получаем такую оптимизацию на ПК, когда 8 поточные Ryzen 3 3300X или Core i3 10100 способны выдавать почти такой же FPS как и более дорогие процессоры. С приходом PS5 ситуация как всегда кардинально поменяется. И все любители ставить RTX 3080 в пару Core i3 явно столкнутся с проблемами. Потому что игроделы всегда затачивают игру под консоли, так как именно там они могут больше всего заработать. А уже потом пилят оптимизацию на ПК, которая либо может использовать больше ресурсов чем консоль, либо использует примерно столько же. И если говорить про покупку процессора для некстгена, то это однозначно Ryzen 7 3700X, так как он полностью соответствует характеристикам PS5 и в придачу имеет большие частоты. Ну конечно же не у всех есть деньги на него, поэтому идеальным вариантом числобея можно назвать Ryzen 7 2700X и Ryzen 5 3600. У Intel это Core i7 10700 и Core i5 10600. Это именно те процессоры, которые гарантированно будут тащить весь некстген на уровне консоли. Но так как консоль года через три как обычно начнет терять в графике, то для игры на ПК при ультра настройках может понадобиться и более мощный процессор. Дальше, что касается видеокарты, то меня тут однозначно бомбит. Sony и Microsoft делают такие громкие заявления про 4К 60 кадров или вообще про 8К. Какие могут быть 60 кадров в 4К на протяжении цикла жизни консоли в 5-7 лет? Либо делается ставка на то, что игровая индустрия будет стоять на месте ближайшее десятилетие. Либо это очередная уловка на ближайшие пару лет, а потом ваша консоль сможет только 30 кадров, а если хотите 60, то вы можете купить нашу PS5 Pro. В любом случае говорить о 60 кадрах и 4К в топовых проектах можно только на ближайшее будущее. Дальше скорее всего консоли спустятся к своим привычным 30. Расклад может поменяться только в случае новых технологий AMD, о которых они нам ни слова до сих пор не сказали. Думаю вы знаете, что у Nvidia есть технология DLSS, которая позволяет получить приятную картинку в большом разрешении. У AMD пока что такой технологии нету, а производительность лучей вообще закрыта завесой тайм. Возможно AMD смогла добиться крутой обработки лучей при минимальных потерях в производительности, а их аналог DLSS окажется круче чем у конкурента. Но скорее всего чудо не случится, так как по всем данным RDNA 2 это доработанная RDNA, но уже с лучами. Большие часоты и количество блоков ей позволят вывести NextGen PS5 на весьма достойный уровень, но так громко заявлять о поддержке 60 кадров в 4К это перебор. Ведь в официальных характеристиках написана производительность графики как 10 терафлопс. На секундочку у новой RTX 3080 голая производительность 30 терафлопс. Это в три раза больше. И думаю все уже видели как она справляется с нынешними играми в 4К. Но качество графики должно быть компенсировано скоростными SSD и новыми технологиями загрузки игр. У ПК и коробки это будет Direct Storage API, а у PS5 это будет своя технология. Главная цель этих функций быстро загрузить игру в память. Это как раз немного компенсирует низкие частоты ядер Zen2 и позволит не самой мощной видеокарте быстрее общаться с текстурами. То есть вся оптимизация NextGen'а заключается именно в SSD, а само железо просто подтянули до более актуального и добавили лучи, производительность которых явно не будет на уровне ПК. Все вместе это позволит разработчикам сделать более красочные миры, которые будут моментально подгружаться. Также это позволит сделать более насыщенные сцены в малых пространствах, где можно будет добавить кучу текстур и эффектов при этом не потеряв производительности. В общем я думаю именно такой нас ждет NextGen. Скачок в графике явно будет, но ждать серьезного перехода как между PS3 и PS4 думаю не стоит. Насколько нужен народу такой NextGen решать каждому. Как по мне консоли сильно уперлись в эти высокие разрешения, что все силы были брошены именно на 4К. Мол нам не важно качество графики, нам главное чтобы было 4К. Также не стоит надеяться, что функции подгрузки текстур как то разгрузят ваш процессор и вы сможете дальше кайфовать на своем i7-7700K. Уже явно сказано, что будущее за процессорами на 8 ядер и 16 потоков. Все что ниже будет жить до поры до времени, пока не выйдут те проекты которым перестанет хватать производительности. Что касается свежих 6 ядерников, то они будут жить за счет более высоких частот чем у консолей. Но главным преимуществом NextGen будет именно загрузка текстур, которой жизненно необходим SSD на PCIe 4.0. Прайсы на эти накопители пока что очень кусаются, но приобрести такой не помешало бы со временем. Так как не зря Microsoft и Sony уже полгода нам твердят про ультра быструю загрузку текстур. Все это делается не просто так, ведь игры уже 10 лет строятся на одном и том же алгоритме загрузки памяти с накопителя и уже давно пора усовершенствовать это узкое место, а жесткие диски оставить в прошлом. Также стоит отметить поддержку видеовыхода в PS5. В официальных бумажках сказано про 4К 120 Гц. Это значит, что онлайн проекты на консолях наконец-то смогут выдавать 120 кадров для мониторов с большой частотой обновления. Но это никак не означает, что топовые проекты будут отрисовывать вам 120 кадров в 4К. Скорее всего в каждой игре будет возможность выбора разрешения как на ПК. И в каком-нибудь фортнайте вы сможете выставить 4К 120 Гц, а в каком-то ассасине будет максимум 4К 60 Гц. Кстати такое же мнение высказывает большинство авторитетных новостных изданий. Но что именно принесет нам PS5 мы сможем лично увидеть спустя пару лет после ее выхода, так как нынешние проекты под нее особо ничем не отличаются от существующих, просто имея чуть лучшую графику, которую не могла дать PS4 и обзавелись поддержкой лучей. А для подтверждения всего вышесказанного можно посмотреть на трейлер Demon's Souls. Эксперты из Digital Foundry протестировали ее и их отзывы оказались исключительно положительными. Хотя игра и достигала разрешения только 1440p при 60 кадрах в секунду, но зато потери кадров практически и не наблюдалось. А журналисты полагают, что игра вероятно предложит режим с повышенным до 4К разрешением, но при этом урезанной до 30 кадров в секунду и частотой. Как видите уже на старте игры не могут выдавать кучу кадров в 4К. Ну а я попытался в этом видео максимально рассказать вам о предстоящих изменениях в Next Gen, так как мне многие задавали вопросы как по сборкам ПК, так и по приобретении PS5. Если вам понравился этот ролик не забудьте поставить ему лайк. А я хочу напомнить вам, что вы можете задать любой интересующий вас вопрос в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч друзья.